Самый смак остался, да? Велита? Ладно. Поговорили. Есть еще один журнал. Он подарит. Все. Землякам. Землякам? Велит. Глухим? Велит. Глухим один, ладно? Ну еще один, можно. Причины я не думаю. Что без причины? Бородатый. Пенсионер. Пенсионер. Ладно, давай. Бородатый, пенсионер. Бородатый. Ну тут пока не пенсионерам. Кандидат? Кому? Один на коже. Хорошо обосновало. Один на коже. А Дим, кто с Сахалина? Так, давайте так. Давайте сейчас чуть-чуть пообщаемся. А потом в конце еще чуть-чуть дадим. Хорошо? Хорошо. Окей. Ну что, я вам сейчас расскажу про проект один, в котором мы сами его не основали. Почему я хотел его рассмотреть отдельно? Потому что они все готовы к таким суммам. Вот реально, я видел специально, когда я говорил про это, я наблюдаю за людьми, за реакциями. Я видел лица, глаза, жесты, мимики некоторых людей, которые реально были... Ну, они не поверили. Они даже так немножко усмехнулись. Да ладно, для каких там 10 тысяч процентов, 20... Понятно там. Окей, до свидания. Но, когда те люди получат то, о чем я говорю, мы посмотрим, какая будет у них реакция. Окей? Потому что, на самом деле, жизнь дает каждый раз, каждый день, наверное, различные возможности. Но мы закрыты к ним. Еще Марк Трэн сказал, да? Каждый день жизнь нам дает огромное количество возможностей, но чаще всего... А! Каждый день к нам в дверь стучатся возможности, но чаще всего людей нет дома, потому что они пьют пиво в ближайшем пивной. В этот момент. Ну, как бы, заняты чем-то не тем, да? Все остальное, как бы, да ладно, и так далее. А вот. В чем суть проекта? Давай назад сделаем на маркетплейсе. Мы долго искали нишу, которая вот прям может реально помочь прям заработать очень много денег. Очень много. Нет, нет. Вот так, да. Это оказалась ниша маркетплейсов. Я вам обещал, что сегодня вы много нового IT будете понимать. Это мало кто вообще понимает. Мы сами не понимали ничего. Теперь понимаем, теперь вы будете понимать. Маркетплейс. Маркет это рынок. Ну, какое-то там, что-то такое, да? Торговля какая-то. Плейс место. Площадка. То есть, площадка, где происходит какая-то торговля. И все так поняли, да, что это? Соответственно, что такое Airbnb? Кто не знает? Давайте так. Кто не знает, что Airbnb? Кто не знает? Вот. Сейчас вам будет очень полезно. Я вам говорю, вы сейчас будете знать больше, чем 90% вокруг. Airbnb. Airbnb. Это такое мобильное предложение в телефоне, которое позволяет в него зайти и выбрать по суточной себе квартиры. Ну, казалось бы. И что? Что тут такого, да? Смотрите, я приехал в Санкт-Петербург. Например, если мне нужен отель, куда я зайду его искать? Букинг. Букинг. Букинг это тот же самый маркетплейс, только в сфере отелей. Это отели принадлежат Букингу? Нет. Нет. Это чужие какие-то отели там разместились, правильно? На этой площадке просто. Букинг – миллиардная компания. Ничего своего нет. Площадку дали, люди там распрещают объявления. Airbnb – то же самое, только квартиры. Если вы захотите поехать в любую точку мира, вам нужна на сутки квартира, не надо гуглить, не надо искать риэлторов, ничего не надо. Зашли в телефон и забронировали напрямую от арендодателей по лучшей цене и с лучшим качеством. Классно? Бесплатное приложение. Круто? Знаете, сколько оно стоит? Написано 22. Месяц назад оно начало стоить 25,5 миллиардов уже. У них нет ничего своего. Это площадка, где любой из вас тоже может там свою квартиру разместить, люди будут ее снимать. Все. 25 миллиардов. Мы жили, сейчас в Малайзии были, мы жили в Куал-Умпур. Мы сейчас летали на острова, потом полетели в Куал-Умпур. Заселились в отель Интерконтиненталь. Знаете, какой-то 5 звезд. Хороший мировой отель. Он стоит, вся мировая сеть, вся, по всему миру 182 отеля. Вот это здание, строение, он огромный, там, 30 этажей, все элитное, да? Вот 182 отеля. Вот вся эта сеть стоит 7 миллиардов. Мобильное приложение по сдаче чужих квартир 25,5. Интересно? Да. Маркетплейс, да? Или booking чужие отели сдает, тоже Интерконтиненталь там. Стоит так же? Алибаба, вы знаете, купил хоть что, китайские там товары, да? 226 миллиардов долларов. Да вообще цифры. Вот это. Ориентируйтесь. Нехило оно вообще, да? Китайский интернет-магазин. Uber. Кто не знает, что такое Uber? Ну, честно. Сейчас будут знать. Не знаете, да? Что такое Uber? Это мобильное приложение, которое позволяет вам заказать такси. Такси? Так уже такси много лет существует. Ага. Они взяли, основали Uber. Заходишь в телефон, и вот так вот, алло, девушка, мне машина. Не так. А в телефон. Тебе говорят, откуда тебя забрать? И ты не пишешь, откуда забрать, потому что он уже определил, где ты. Он говорит, отсюда? Ты говоришь, да, как ты узнал. Он говорит, куда? Ты говоришь, ну там, туда. Указал. Он тебе простроил маршрут. Назначил тебе водителя. Прислал тебе его фотографию. Прислал тебе, как его зовут. Номер машины, марка машины. И какое хобби у него. Ну, чтобы поговорить, хочешь там, рыбалку любить. И ты с ним говоришь, что, как рыбалка? Он такой, о, круто, ну так. Нормально? Своих машин нет у них. У Uber. Они берут простых водителей. Любой из вас, кстати, кому кто потаксовать хочет, это без шуток. Тут денег они платят вообще нехило. Они 8% платят водителям. А такси обычные, они там, ну, иногда даже берут больше забирают. Или определенные. Тут выгодно. Например, таксующие ребята в Москве зарабатывают примерно 160 тысяч рублей в месяц. Они в свободное время от работы 2-3 часа в день таксуют. 160 тысяч в месяц. Иди по смеси, что он таксует. Да? Но они не таксисты. Этот человек, водитель, на своей машине, у него есть время, он может тебя подвезти. Заработать денег. Прикольно придумали? Любой из вас может сейчас туда подключиться и зарабатывать деньги. Если рядом с вами будет вызов, он вам запиликает. Возле тебя клиент. Поедешь, заберешь. Ты такой, блин, что время терять? Поеду, заберу. Пишешь, принимаешь, забираешь. Едешь, везешь. Круто? Своих машин нет. 60 миллиардов долларов стоит. Нормально? Авито, все знают. Все раз объявлений. Свои собственные объявления они не размещают. Или разных людей. Маркетплейс. Чужие объявления размещают. 2,7 миллиарда стоит. Ибейт, ну понятно, тоже продажа разных там товаров, да? Так вот. Есть ниша маркетплейсов, например, в сфере перелетов в самолет. Кто знает какие? Агрегаторы есть. Авиасейлс. Еще. Скайсканер. Мамондо. 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 Концент. Мамондо. Мамондо. Мамондо тоже нормально. Они продают свои билеты? Они туркомпания там какая-нибудь? Или кто? Нет. Чужие все предложения распустили у себя. Все. Маркетплейс. Поняли фишку? Вот мы искали, а в какой же нише можно создать маркетплейс, так, чтобы эта ниша была еще не занята, но была многомиллиардная. И нашли. Дайте нам следующий слайд. Рынок туров и активности и экскурсий. Пример. Из чего состоит стандартное путешествие? Кто знает? Перелет. Проживание, питание. И? Экскурсий. 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 Правильно? Перелет. Где купить билет на самолет, вы знаете. Авиасейлс, скайсканер, электуроператор пошел, купил. Правильно? Вот половина людей, видите, более 40% покупают онлайн. Другие 60% ходят, прям вот так деньги отдают и билет в кассе покупают, где-то еще. А 40% зашли в телефоне и купили. В кассе дороже. В кассе дороже, кстати. Куда надо еще ехать, еще плюс. Телефон вот так засел, так он купил билет 10 минут. Все, куплено. Забронировал себе место прям там. И выбрал рыбу ешь или мясо. Круто? В телефоне все. Эй, на подтверждение на почту пришло. Все. Если вы хотите взять отель, вы выбираете что? Букинг. А если квартиру? Airbnb. А экскурсий? Нету. А экскурсий нету. Вы представляете? А рынок экскурсий больше 200 миллиардов долларов в год. Что значит рынок? Это значит люди тратят на экскурсии в мире 200 миллиардов долларов каждый год. Нормально? Из них 98,5% покупает это оффлайн экскурсии. Что такое оффлайн? Приходят, туроператору сразу оплачивают, либо по прилету на месте гиду оплачивают, либо на ресепшне там. Так вы покупаете экскурсии? Вот мы были сейчас в Дубае, когда перед Малайзией, к нам подошел гид, нам сделал презентацию экскурсий. У нас ребята там заказывали себе экскурсии. Я там был шесть раз уже, я там говорю, мне ничего не надо, с вами пойду просто в аквапарк. Они там в Абудаби поехали. Я говорю, я не пойду, я жил там, что-то ехать. На экскурсию, да? Они поехали. Короче, мы заплатили по тысяче долларов с парой примерно, за экскурсии по тысяче долларов. Гид уходит с нашими деньгами, подходит какой-то левый парень и говорит, все, что вы сейчас заказали, если будет через меня, то на 40% дешевле. Какие вы можете сделать выводы? Какие у вас мысли после этого, как он подошел? Раз. На его месте мог быть я. На его месте мог быть я два. В следующий раз буду знать. В следующий раз буду знать. Смотрите, как минимум, вывод следующий. Этот рынок вообще никак не контролируется. Никем. Вот он хочет такую цену ставить, а он такую. Мы принципиально проехались по разным отелям на одни и те же экскурсии, везде разные цены. Прикольно? Везде разные цены. То есть нет единой цены нигде. Примерно одинаковые. Примерно одинаковые, но конкретно разные, на 40% барьеры. 40% это не примерно одинаковые. 10-15% максимум. Мы по 30 лет, по 40 работаем в Туречке. Вы работаете. Я и я. А я летаю. Три года и посетил за последний. Три года. Три года. 30 стран мира. 30 стран. Каждую из них по несколько раз. Каждый город по 5-6 раз. В год 12 раз путешествую. И поверьте мне, подходят люди и говорят цену на 40% меньше. Понимаете? Вот и все. Ну качество. Я не знаю, что там другое. Сам факт. Он готов мне отдать меньше на 40%. Все. Это не туроператор готов, а какой-то там кто-то. Я даже не знаю, вдруг я ему отдам деньги, а он вообще исчезнет. Может быть такое? Но сам факт, что как бы короче риски есть. Мы даже не повелись на цену. Мы не подумали, о, 40% дешевле. Да зачем нам надо, он непонятно кто. Правильно? А представьте, есть такое приложение. Вы заходите. У вас там всплывают все экскурсии от всех тех, кто может их предложить в этом городе. Все всплывают. Вы видите все цены, кто какую цену дает. Можете выбрать лучшую цену, которая вам понравится там. Можете скомпоновать экскурсию сами. Почему я говорю, можете скомпоновать сами? Потому что большинство экскурсий вы не можете скомпоновать сами. Они готовые есть, скомпонованные. Например, когда у нас ребята поехали в Абу-Даби, там было 5 точек, куда они поехали. Пятая точка была финиковый рынок. Я говорю Гиду, можно их, не надо на финиковый рынок. Он говорит, нет, нельзя их, их не надо, чтоб на финиковый рынок. Их надо на финиковый рынок. Ну почему, как вы думаете, их везут на финиковый рынок? Потому что там все проплачено. Финиковый рынок им все проплатил, чтобы их туда везли. Надо тебе финиковый рынок. Не надо, надо. Ты едешь. А здесь ты можешь скомпоновать сам. Так, сюда хочу, сюда не хочу. Ра, цена упала. Это добавить. Это удобно? Дальше. Туда попадают только проверенные, ненадежные партнеры, которые предлагают. Есть на них отзывы, есть на них все документации, непонятно кто-то левый. Есть на них данные все, документы их есть. Надежнее, так спокойнее? И оплатить можно прямо там, с карточкой. И время выезда выбрать. Не в 7 утра на сафари ехать. По-другому. Извини, у нас 3 группы, тебя заберем в 7. Вспоминаете, да? А ты говоришь, хочу в 9. А завтра я не хочу в 9. Знаю, в 9. Бам, кто готов тебя отнести в 9? Вон, поехали, все. Вот что удобно. Вот такого нету. Точнее, не было. Теперь есть. Создано мобильное приложение. Есть сайт, который уже работает с 2011 года. Уже сайт работает. Он уже монетизируется, то есть приносит прибыль. Ну, я могу долго перечислять, какие источники пишут об этом сайте. Это, кстати, вот у кого есть доля вот в этом приложении? Уже поднимите руки. Ну, посмотрите вот. Кто, у кого нету, посмотрите назад. Вот я сейчас буду говорить, даже они этого не знают. Вот вы сейчас этого не знаете. Смотрите, у кого есть, смотрите. Интересно вам узнать то, что вы еще не знаете про Плэйнбасс? Да, да, да. Пожалуйста. А, проект был запущен в 2010 году. В 2010. С 2011 года начал работать онлайн. Штаб-квартира находится, соответственно, в Германии. Есть 27 тысяч экскурсий в 1750 городах из 155 странах мира. Нормально? Короче, все. Какие есть варианты? Экскурсии, активный отдых, частный гид, групповые и индивидуальные шоппинг, билеты в достопримечательности, поддержка путешествий, культурные мероприятия, концерты, спортивные мероприятия, трансферы. Курсы, обучающие туры, обзорные экскурсии, экскурсии с детьми, экскурсии по ночному городу, кулинарные туры, круизы, фотосессии. Это что можно там забронировать? Нормально? Кто пишет об экскурсии Апедии? Поехали. Slon.ru называл проект экскурсии Апедии в топ самых, топ 30 самых перспективных команд Рунета. You Go To 1 октября, о них пишут Digital October, о них пишут, Face.ru.net пишут, Sloan.ru пишут, дальше о них, Коммерсант пишут, ToWave пишут, Firma.ru пишут. На выставке Crunch Moscow 2012 пишут, назвали экскурсии Апедии в 11 января 2013 года, их назвали глобальным лидером мировым на рынке путешествий. Коса, о них пишут, экскурсия Апедия стал победителем битвы стартапов, ресурс, позволяющий создать индивидуальный тур, на этом говорят. Стартап Афиша, определен победитель, экскурсия Апедия, Fera.ru, сайт дня, экскурсия Апедия, look at me, экскурсия Апедия.com, webtan.ru, в мире пишут об экскурсии Апедии, мировые источники, да, VentureBit, TechCrunch, Moscow Times, такой, знаете, Moscow Times, да, New York Times, Nicole is the New Bank, и так далее, и так далее. Экскурсия Апедия, победитель стартапов в новом, компетичном состязании, 42, из 42 странах мира, то есть она вызвала стал победителем. Барлайф, то-то-то-то-то, Tenus.com, Crunchbase и так далее. В начале 16-го года экскурсия Апедия объявила о выходе нового проекта Planet Pass. По-английски? По-английски. Это мировые эти издания. Это, вы знали это сейчас, что говорят? Нет. Вы понимаете чуть больше уже, да, что у вас за доли есть, где, в чем? А кто еще не знает, но, чтобы вы понимали, что это, руководитель проекта Андрей Осипов. Андрей Осипов, это человек, который является рублем миллиардеров. Мало кто об этом знает. Он так выступал у нас в Дубае, такой скромный, такой скучненький, такой, до-до-до, половина спала. Чувак живет на рублевке, нормально себя чувствует, но это факт. Он, как бы, такой спокойный, простой, он не такой эмоциональный, как мы. Мы там, о-о-о, там, качаем, он выходит, так. Потом мы сделали вот это, потом вот то. А можно громче? А, вот это вот. Ну, как бы, он в другом силен. Он просто садится и все делает миллиардным. Нормально? Он тоже управлял миллиардным проектом. Кстати, кто из вас знает и видел Сергея Мариничева, нашего гендиректора? Видели, да? Который человек из команды мэра Москвы, кто управлял миллиардными компаниями. А вы знаете, что Андрей Осипов, это его наставник в жизни? Он его поднимал, Сергея Мариничева, он его поднимал, снизу вот так растил. Большинской планет ПАС. И они сделали этот проект, купили его, а мы у них купили долю. Мы купили у них в январе 25% компаний. У них должны были купить эту долю венчурный фонд один. Я не буду говорить какой, есть очень известный человек, ну, кому-то потом индивидуально могу сказать кто. Его, в принципе, очень многие знают. Кто у них должен был купить долю? Слава Богу, наши связи и нашего гендиректора с ним, общие, да, такие, позволили нам первым ли купить там долю? Мы купили 20%. За 1 миллион долларов. Вы можете посчитать, сколько стоил, соответственно, весь проект. Сколько? 4 миллиона. 4 миллиона, правильно. То есть 100% 4. Ну, это понятно. Цена его начала расти. У нас, кстати, я забыл сказать, хорошо, что вы остались, услышите, кто не слышал до этого. Наш юридический партнер компания Deloitte. Это компания, которая полностью занимается нашим юридическим сопровождением. Официально. Не просто на аутсорсинге, периодически мы их попросили, что-то сделать за деньги. Официально наш партнер юридический, Deloitte. Кто не знает, что такое Deloitte, расскажу два слова. Компания основана в 1849 году. Чтобы было понимание, да? И холодно, да? Дует. А, дует? Ну, это. Откуда дует, непонятно? Пересядьте, да. А может? Сейчас я закручу. Ага. Настоящий мужчина, да? Вот и я. В итоге женщина. Знаете, женщины, они вообще молодцы. Хотите прям посмеяться? Я никогда не боюсь смеяться сам над собой. Мне жена говорит, поменяй лампочки, короче. Я такой, сейчас, короче. Они высоко, у нас высокие потолки. Я там залезаю, там барный стул беру, он высокий, да. Залезаю. А там, короче, лампа какая-то идиотская. Она. Я минут пять на нее смотрел, думаю, где она скручивается, короче. В смысле, не лампа, а, как это, то, что закрывает лампу. Лампа. Лампа. Да. Она как будто переплетена, там, дизайнерский ремонт, короче, все вот такое. Какие-то сплетения. Я ее и так, и так, и так, и так, я уже мокрый стою. Вот так, где ни одного болта, ничего. Как ее вырвать могу, то сил хватит. Ну, думаю, это неправильно, наверное, вырвать. А как потом обратно ставить, да? Короче, так, нашел сам какие-то болтики. Думаю, о, раскрутил болтики. Нормально, снял. Лампочки вставленные. Я таких никогда не видел. Вот лампочки, ну, меньше, тоньше мизинца. Вот такие маленькие какие-то лампочки. Как-то вставленные. Их много. Как в торте свечи делать. Так перевернутые. Я их давай по одной вытаскиваю. Влево не крутится, вправо не крутится. Я, что долго думать, все снял. Оно, провода уходят в потолок. Блин. И я вот так стою, и вот так стоишь. Блин, я уже на голову держу, так думаю. Так, надо подумать, короче, раз и пять. Как их вытащить? Вверху не вытаскивается. Пока вверх опять вставил, уже вообще. И сижу, и не могу их выкрутить. Она говорит, слезь. Я говорю, ты-то куда лезешь, я не могу. Вот не туда, не вытаскивайся лампочки. Дай. Залезай. Знаете, как они вытаскивают? Вот они висят, лампочки. Она просто так говорит, чеки все снимает. Я говорю, а, ну, в смысле, да. Я то, что хотел, как раз сделать. Ну, то есть, просто раз, все выдернуло. Иди, купи новые. Ну, так что, это, женщины вообще могут. То, что мужчина попробовал, что-то не то. А, иди отсюда, сама сделай. Ну, ничего. Зато мы в другом сильны, да? Не в этом. Есть те, кто зато хорошо там, но в другом плохо. А мы, идеальных не бывает, да? Как мне говорят, это не самое страшное, что могло в жизни произойти с тобой, да? Короче, 25-100. Ребята из Делойта. А, я о них говорил, начал, да, о них говорить. 1849 год. Основали они Делойт. Сейчас эта компания входит в топ-100 самых крупных и известных компаний планеты среди всех бизнесов. Журнал не дам. Нормально, да? А можно мне долю купить? Окей. Знаете, какой они делают оборот годовой? Как бизнес. Это бизнес. Они занимаются аудитом и оценками. Они делают годовой оборот 32 миллиарда долларов. Бизнес приносит нормально. Работает там, не помню сколько. 220. 220 тысяч сотрудников. Это официально наш партнер. Они, знаете, что сказали по поводу этого проекта? Они говорят, вот это январь, январь, что-то не выше сейчас. Все набрал сюда. Январь. В августе, в августе, они говорят, это будет стоить 10 миллионов. Мы подумали, в принципе, неплохо. Да? Ну, то есть, сейчас 4, в августе 10. В 2,5 раза за 8 месяцев, в принципе, неплохой рост. Да? Это в 2,5 раза, это на сколько процентов? 250 процентов. 250 процентов за 8 месяцев. Неплохое вложение? А они оказались неправы. Это бывает редко. Наступил февраль, и проект начал стоить 10 миллионов. Да. Нормально? Но он начал стоить 10 миллионов в последние дни, 28-е, вот это вот. Я успел купить там долю, когда он стоил в конце февраля 8 миллионов. 8. Я еще сам отдельно, не как компания, а сам пришел, инвестор отдельно, и сам еще купил там долю у них. Но уже по цене 8, прикиньте? Уже за 8 мне продали. А через день это стоило 10. То есть, я мог на следующий день продать. И заработать, ну, допустим, на миллион долларов взял. И там 20 процентов, на следующий миллион тысяч забрал. Нормально? Поэтому я не знаю, сколько будет стоить в августе. Примерно так. Эти ребята, Deloitte, которые сказали, что в августе это будет стоить 10, они же сказали, что в декабре это будет стоить 40. Помните? 40. Но здесь уже промахнулись? Ну, соответственно, я думаю, здесь тоже будет промах. В пару раз так. Да? Это декабрь 16. А декабрь 18, они говорят, будет стоить 500. Это они сказали в январе. Когда еще в феврале они не знали, что будет стоить 10. Ну, как бы, что сделали мы? Мы говорим, мы можем всем, кто есть, тоже выделить на всех 5% из них. Мы создали специальные паки. Назвали их мини-пак и макси-пак. Я расскажу только про макси-пак, потому что все, что я расскажу про него, вы поделите примерно на 2. Ну, да, что входит в него. Макси-пак называется. Макси-пак. Макси-пак стоит 999 долларов всего. Что сюда входит? Сюда входит, а партнеры вы помогаете. Сюда входит лицензии на ту самую CRM, помните? Которую мы назвали PRM, да? Сколько лицензий? 9. Сколько одна стоит? 100 долларов. У вас продукта в этом пакете уже на 900 долларов. Правильно? Да. А сейчас я готовлю для вас методичку. Как их продавать пачками. Интересно? Да. А еще знаете, что мы для вас готовим? А еще мы готовим сейчас для вас специальную партнерскую программу под это. И они тоже будут давать CV. CV даже будут давать, прикиньте. Ну, это я вам чуть-чуть забегаю вперед, чтобы вы понимали немножечко, что выгодная тема PRM. Сейчас получится крипты продаж. Короче, все вложенные деньги можно вернуть только за счет этих лицензий. Я вам сразу говорю, вам их придется докупать, потому что у вас их раскупят за 1 день 9. И скажут, да еще 300. Придется покупать. Круто, но за 2 CV идут. Это еще не все. Сюда входят лицензии на облачное хранилище Cloud. Помните, такое было? 1 терабайт стоит 200 долларов в год. А здесь идет лицензия сколько? 3. Плюс 600. Окей, вы можете их продать не по 200 долларов, по 100 продайте. Мы разрешаем демпингануть. За 100 продайте. Уже 300. 1200 уже забрал. Правильно? Ну, одну лицензию хорошо оставь себе, одно хранилище оставь себе. Ты вернул все вложенные деньги. Правильно? Плюс, ты получаешь доли в мессенджере классическом, который деловой такой. Помните, первый. Ты получаешь доли в мессенджере, которые развлекательный фан. Ты получаешь доли в Cloud. Ауди. Сейчас их идет 7000. Юнит называется. Тысяча. Тысяча. А, тысяча. Тысяча, да. Тысяча. Они дают здесь, здесь, здесь доли. Что такое доля? Мы продаем в мессенджере или облачное хранилище, продаем картинки, хранилище продаем, да? Получаем прибыль с этого. Делимся этой прибылью с теми, у кого есть эти юниты. Это понятно? В зависимости от того, у кого сколько юниты. Все. Например, за прошлый месяц мы продали облачного хранилища на 132 тысячи долларов. О чем это говорит? Продукт нужен. То есть мы выпустили те продукты, которые покупали. Скоро мы подойдем для вас итоги, на какую сумму были куплены стикеры в Pushmefani. Цифра вас удивит. Нормально берут. Это маленькая аудитория берет. Свои пока берут только. Уже оторвать их нельзя. А когда будет миллион пользователей? Это будет в конце 16-го. Вы считаете. Тысяча. И сюда входит в этот пак доли в этом Planet Pass. В Planet Pass доля. Сейчас их идет 7 тысяч юнитов. Сейчас какой месяц? Апрель? В марте их было 8. В феврале 9. В январе 10. В мае их будет 6. В июне их будет 5. В июле их будет 4. В августе их не будет. 31 июля программа по инвестированию любого из вас в Planet Pass будет закрыта. То есть пул людей, который будет сформирован, он навсегда остается. Все. Это понятно, да? Этот пул, он закрылся. Компания дорожает, 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 дорожает. Ваша доля дорожает, дорожает, дорожает. Потом мы разом с вами соберемся и решим продать свою долю, 5%, да? Которую там на всех дали. Продадим и разберем кучу денег. На которые приумножатся наши инвестиции. При этом мы их все свои вложенные деньги уже давно вернем. За счет продажи продуктов. Окей? Да. Вот и все. А еще новости. Продать вот эту долю, пул, можно будет один раз. Вся компания. То есть вы можете все, например, продать их компанию. Но не так, что один говорит, вот там ты говоришь, я хочу свои юниты продать. И тебе у одного не будет компания покупать. Или все продаем, или все не продаем. Это пул 5%. Это как считается, как объединенный человек. Понимаете? Но мы сейчас придумали для вас внутреннюю биржу юнитов. Между собой. Можешь другу продать. По цене какой хочешь. По кто продаж. Прикольно. И друг у друга будем скупать. Не хочешь, нужны деньги, она забивает, да я свою долю. Но по цене договоримся. Нужны страшно деньги, можно отдать поменьше цене, чем есть. Наверняка продаж быстрее. А тот, кто купит, он возьмет по цене меньше, чем официально продается, например. Короче, поиграем. Много фишек будет интересно. Это может быть обычная биржа. Да, да. Прям биржа. Прикольно. Вот. Здесь будет закрыто это все. Все. Соответственно, думайте сами, решайте сами, да. Имеете или не иметь, да. Вот. А я, допустим, планирую не продавать свою долю. В ближайшие года 3 хотя бы. Это декабрь 18-го года. Декабрь 18-го оценка вот такая. Ну и то, скорее всего, тут больше. Ну а декабрь 19-го. Ну а декабрь 20-го. Понимаете, да? В 10 раз это 10 тысяч процентов. В 100 раз точнее. В 10 тысяч процентов. 4 миллиона и 500 миллионов. Это во сколько раз? 25. Во сколько? В 125 раз. Это 12 с половиной тысяч процентов за 24 месяца. 12 с половиной тысяч процентов за 24 месяца. Хорошая инвестиция? Да. Тем более, что продав продукты, вложенные деньги уже вернулись. Вот и все. Вот то, чем хотел с вами поделиться во второй части. Маленький анонс того, что будет завтра. Когда завтра? А-а-а. Ебрес это. Сейчас же акция идет. Кончается она во вторник, да? Да. Акция идет сейчас. Кончается во вторник. Во вторник в 12 дня кончается. В 3. В 3, то есть, да. Молодцы прям, а? Это же мы сами придумали, что в 3, и я уже забыла. Смотрите. Сюда еще плюс. Нет, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И еще в подарок идет смартфон. До вторника, до 3 часов дня. Ну, в смысле, не айфон, 6s+, а не верту там. Но сам факт, прикольный. У кого-то из вас кнопочный телефон, будет хоть смартфон. Потому что все наши приложения работают на смартфонах. андроид там, да, и так далее. Кому-то подарок можно сделать, кому-то что-то еще. У самого айфон, понятно, тебе он незачем, да? Но кому-то подарить там, родителям или там детям, или еще кому-то. Маленькому ребенку жалко купить верту сразу. Или айфон, да? А вот это дать, все, уже пусть приучается, да? У меня, кстати, сын, представляете, пошел в школу, всех подсадил на наш мессенджер кушмифан. Все покупают там все эти стикеры. Я думаю, вот круто. Представьте, как круто. Это все школьники будут... Я вам говорю, вы попользуйтесь, вы будете в шоке, что за стикеры. Они такие смешные, вообще нереальные. Вы влюбитесь в наш продукт. Особенно, когда вы в доле. Как приятно, когда ты видишь, как его там все все покупают. Потому что тебе деньги каждый месяц капают. У нас еще одна новость для вас, последняя, хорошая. Решение было принято в Малайзии, что мы решили всех, у кого есть максипаки, еще и дополнительно платить ежеквартальный пассивный доход. Поэтому, пока мы ждем, как доля, смотрим, как она растет, потихоньку пусть капает, еще и отсюда пассивчик. Правильно? Вот и все. Как запустится приложение? Июнь. Пойдет три месяца и сразу пойдет первый уход. Ну, к концу года. Окей, ну что, понятно? Завтра у нас начало обучения будет... В 11.30 мы собираемся. Соберемся быстренько, как обычно. Без пятнадцати начнем. Кто попадает, смотрите, все помнят? На первую часть попадают все те, кто... Вера, где? Напомни. Давай, расскажи нам коротко, что у нас завтра. Можно? Сейчас. А у вас есть время до завтра еще подтянуть, да, свои пакеты? На первую часть попадают партнеры, которые купили... Смотрите... Спасибо.